Выявили болевые точки и расставили приоритеты. В Новочебоксарске на расширенном заседании собрания депутатов подвели итоги социально-экономического развития. С актива муниципалитета встретился и глава Чувашии. Но прежде Михаил Игнатьев проинспектировал ход ремонта в городскую больницу и школе. После капитального ремонта городская больница заметно преобразилась. Попасть на прием к врачам стало проще. Очереди отрегулировала электронная регистратура. Конечно, улучшилась работа врача. И мы меньше сидим. Очень красиво стало. Как небо и земля, что было раньше, что сейчас. На высшем уровне сейчас все. В этом году на ремонт больницы было выделено свыше 30 миллионов. Уже обновлены хирургические и терапевтические блоки на очередном этапе урологический. Большую сумму направили на замену коммуникации и закупку современной аппаратуры. В прошлом году на 8 миллионов была приобретена трубка компьютерного томографа в здании 79-го года. И таких капитальных, грандиозных ремонтов не было. Условиями работы врачи довольны. Но такие затраты должны себя оправдать, отмечает Михаил Игнатьев. Главная задача – повышение качества медицинской помощи. Вам для работы? Нам тоже хорошо стало. Лучше стало? Лучше стало. И хуже стало? Нет, лучше стало. Вы что? У нас новый мебель. Мы оценили медиков как золотой фонд медицинской сообщества и ценили. Многомиллионную сумму из бюджета направили и на развитие образования в муниципалитете. В школе номер 2 капремонт проводят впервые за 50 лет. Сейчас здесь меняют канализацию, водопровод и отопительные системы. Работы должны завершиться через три недели. Это диодные лампы, везде у нас стоят. Новое отопление, новые туалеты отремонтированные. Все окна заменили, 268 окон. Вообще, чтобы реализовать сполна все 15 муниципальных программ, городу выделят порядка полутора миллиардов. Львиную долю намерены направить на ремонт дорог и благоустройство дворов. Облик города, отмечает Михаил Игнатьев, должен меняться. Центральные улицы благоустраивали. Если взять просто одну цифру, только городу Ночепсас в прошлом году, в этом году, общую сумму мы выделили 470 миллионов рублей. Я говорю, за сколько лет вообще завершившие благоустройство дворовых территорий надо точно спрогнозировать с учетом даже инициативного бюджетирования. Михаил Игнатьев указал властям и на проблемы. В городе по-прежнему реализуют фанфурики, хотя в Роспотребнадзоре приостановили продажу настоек. Будем принимать в них меры. Для того, чтобы вот эти погодные воздействия, они не имеют сенсорного применения, не имели воздействия на население города Ночепсас. Приоритетная задача для муниципалитета – рост доходной базы бюджета. Драйверы экономики города, заводы Хевел и Химпром. Крупные предприятия реализуют инвестиционные проекты. Наметился и рост объема отгруженной продукции. Сегодня уже можно говорить о завершении реализации проекта производства гипохлорита кальция. Стоимость проекта – 1,6 млрд рублей. Будет создано 139 новых рабочих мест. Создание крупных якорных производств способствует развитию околокластерного бизнеса, который в основном представлен субъектами малого и среднего предпринимательства. Чтобы больше предпринимателей открыли свое предпринимательское дело с высокой производительностью труда, перед нами поставлена задача улучшать ключевые показатели. Рождаемость должна быть выше, чем смертность, то есть положительная динамика. Глава республики провел и рабочую встречу с местными властями. Михаил Игнатьев поручил не откладывать в долгий ящик обращения жителей, а того, насколько оперативно будут решаться проблемные вопросы, зависит уровень доверия горожан к руководителям муниципалитета. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.